Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам представить на обзор пылесос фирмы National, модель NH-VS1515. Это вертикальный беспроводной пылесос, который может работать и как пылесос швабра и как пылесос для автомобиля. Пылесос имеет в наличии турбощетку, также щетку для пылесосения мебели или автомобиля, опять же, ну соответственно адаптер для включения питания, кронштейн для того, чтобы его вешать на стену, непосредственно трубку для того, чтобы этим пылесосом было удобно пользоваться такой своеобразный удлинитель и непосредственно сам пылесос, в который входит пылесборник, фильтр и аккумулятор. National это японская фирма. Когда-то был весьма известный концерт Мацушито, в его входило три японские компании, это Panasonic Technics и National. National отвечал за производство бытовой техники, холодильники, стиральные машины, пылесосы. Не могу вам точно ответить, та же эта фирма, что была когда-то очень известна в 90-е годы, но если верить интернету, то это по-прежнему японский бренд. Информация весьма скудная, к сожалению, сейчас по этому поводу. Мощность данного пылесоса примерно 150 ватт, мощность всасывания около 60 ватт. Вы должны понимать, что это разные параметры и в пылесосе важна именно мощность всасывания, а не та мощность, с которой он у вас с розетки будет напряжение высасывать. Так что учтите вообще при покупке любого пылесоса, что смотрите именно мощность всасывания. Аккумулятор в нём ёмкостью 2200 мА, время полной зарядки 5,5 часов, хватает аккумулятора в режиме интенсивной работы на 20 минут, на низкой скорости якобы на 40 минут его хватает, но на самом деле меньше всё же. На мой взгляд аккумулятор достаточно быстро у него разряжается. Это такой недостаток, хватает его на самом деле действительно где-то минут на 15 при интенсивной работе. У меня во всяком случае так получается. Причём аккумулятор здесь, который надо обязательно полностью заряжать и полностью разряжать. В инструкции написано первые три раза, обязательно его разрядить до максимума и зарядить до максимума. Это аккумулятор, как раньше был в старых телефонах. Которые не когда хочешь заряжаешь, а именно зарядил и до предела им пользуешься. Касаемо турбощётки, друзья, она весьма легко чистится. Её легко снять. Здесь вот есть такая вот отодвигающая штучка и щётку эту можно вымыть, почистить валик от всякой грязи. Что весьма удобно. Щётка вращается принудительно, на неё подаётся напряжение от пылесоса. Здесь вот, как вы можете увидеть, есть контакты внутри, по которым подаётся напряжение к турбощётке. Также контакты есть в трубке, которая подключается к пылесосу и, соответственно, в самом пылесосе. Соединяется всё очень-очень просто, надёжно. Эта вот часть, которая вставляется в пылесос, это к щётке. Тут не перепутать. Вот так вот. Вот. Фиксируем до щелчка. Также нажимаем на кнопку и отсоединяем щётку. Сам пылесос также разбирается очень легко. Здесь есть вот кнопочка, на неё нажимаете, крышка открывается. Также есть вот здесь вот кнопка. Вы на неё нажимаете и снимается полностью пылесборник. На нём стоит фильтр. Фильтр вынимается элементарно. Чтобы было легче вынуть, можно открыть крышку. Просто вот так вот выпихивается и вытряхивается грязь. Вот и всё. Пылесборник прозрачный. Вставляется. Тут надо смотреть, чтобы он попал в паз. То есть вот здесь вот совмещаете и захлапываете. Всё очень просто и также легко одевается. Мне больше всего нравится пылесос в комплекте вот с этой щёточкой для уборки грязи из углов. В основном я этот пылесос использую. Или убираю пыль с полок. Мне вот этого щётка в принципе достаточно в комплекте. Турбощёткой я почти не пользуюсь. Так как для пола у меня есть робот-пылесос или же самый обычный пылесос, включающийся в розетку. И мне ими делать полную уборку намного удобнее. Этот пылесос всё-таки что-то вот убрать, где именно много грязи или где вы что-то просыпали, это вот незаменимая вещь. Вот так вот пылесос выглядит в сборе, если вертикально его снимать. Вот берёте и убираете пыль, щётка вращается, убирает хорошо, чисто, включается удерживанием этой кнопки. Первая скорость. И вторая скорость. Из преимуществ данного пылесоса это прозрачный пылесборник. Мне очень нравится. Он достаточно вместительный. Вы увидите, когда он полностью забился пылью. Конечно, я пылесборник вытряхиваю после каждой уборки. Но, тем не менее, мне очень нравится, что видно, сколько в нём пыли. Всё очень простенько. Работаю обычно вот в таком вот режиме, вот с этой вот щёткой. Ну, вот сейчас я вам покажу, как он всасывает грязь. Здесь также есть индикация батарейки, друзья. Вот три лампочки означает, что батарейка заряжена полностью. Две лампочки, что средний заряд батареи и одна лампочка, соответственно, что пылесос скоро у вас сядет. Во время зарядки пылесоса эти лампочки мигают поочерёдно. Сначала одна мигает, потом две мигают, потом мигают три лампочки. А потом уже горят непрерывно все три. Это значит, что пылесос полностью заряжен. У пылесоса есть QR-код. Если вы такой пылесос купите, то вот здесь вот есть QR-код. Если навести на него камеру, то появится ссылка на скачивание инструкции к данному пылесосу. Из недостатков пылесос, возможно, немного шумноват и он достаточно тяжёлый. То есть вот так вот пылесосить полочки, но ребёнок может и устать, я так хочу сказать. Он, наверное, килограмм-то весит всяко. Сейчас я попробую вес его точный найти, но он действительно тяжёлый. То есть вот так вот его держать тяжело мне. В левой руке, если вот с помощью кисти его вращать, то рука устанет. В правой руке, конечно, всё проще, но я мужчина, а если это будет хрупкая девушка, которая в принципе не особо любит физический труд, она может и устать. В общем-то это, пожалуй, всё, что можно сказать о данном пылесосе. Пылесос удобный, сосёт хорошо, батарейка работает не очень долго и чуть-чуть тяжеловат. Думайте, стоит его покупать или нет, но мне, вот лично мне он очень нравится. Ну а далее немножко инструкции можете посмотреть. И на этом я с вами прощаюсь. Пока, до новых встреч! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова